Водители автобусов это все-таки определенная каста и должны быть все-таки требования к ней определяться высокие. Так считает мытищенец Вячеслав Никифоров. На днях он проявил бдительность и решил сообщить об увиденном нарушении на горячую линию сервиса ДТП нет. 8 ноября водитель автобуса Мострансавта двигался с грубыми нарушениями требованию дорожной разметки. Его действия могли привести к аварийной ситуации, угрозе жизни пассажиров. Я позвонил по телефону, указанному на стикере, и сообщил о данном нарушении. Мужчина стал одним из первых участников нового проекта Мострансавта, направленного на повышение транспортной безопасности, который стартовал 1 ноября. За две недели реализации пилотного проекта с информацией о нарушениях правил дорожного движения водителями автобусов и маршруток поступило 16 жалоб. Из них три по автоколонии 1375, остальные по химкинскому филиалу Мострансавта. Обработка таких сообщений занимает не более одного рабочего дня. По возврату машины с линии был снят видеофайл, потому что машины оборудованы видеорегистратором. Данное нарушение подтвердилось, водитель признал свою вину. И после разбора по факту данного нарушения мы водителю объявили административное взыскание в виде выговора. Но контролируется не только поведение водителей во время работы. В автоколонии 1375 большое внимание уделяют физическому состоянию выезжающих на маршрут водителей. Здравствуйте, Александр. Начинается рабочая смена водителя с посещения здравпункта, где дежурный врач дает допуск к началу работы. Предрессивный досмотр проводится. Водитель к нам приходит с путевым листом. Идет сбор жалобового анамнеза. Проверяется его внешний вид, настроение, обязательно разговариваем с ним. Ну и, соответственно, начинаем с чего? Измеряем артериальное давление. Проверили алкогольную пробу. Если никаких подозрений, значит у нас все отрицательно. Давление хорошее. Водитель выпускается на линию. Следующий шаг – получение допуска от механика. Во-первых, это проверка оборудования. В салоне должны находиться специальные упоры, медицинские аптечки, знак аварийной остановки и огнетушители. Во-вторых, производится обязательный осмотр техники. Проверка подвижного состава осуществляется в первую очередь с установки машины на смотровую яму. Проверка внешних и внутренних световых приборов. Дальше идет осмотр уже в смотровой яме на работоспособность узлов агрегатов рулевой системы, тормозной, подвески, трансмиссии. Сотрудники автоколонны 1375 уверены – новая система даст видимые результаты. И выражаться они будут не только в снижении показателей аварийности с участием общественного транспорта. Комфортные и безопасные перевозки, несомненно, скажутся и на количестве пассажиров. Мы сегодня хотим обратиться ко всем участникам дорожного движения. Не оставайтесь равнодушными, направляйте свои сообщения об увиденных нарушениях правил дорожного движения. А с помощью вашего контроля наши водители станут более дисциплинированы на дорогах Подмосковья. Анна Раченкова, Денис Петров, информационная программа «День».